Прямое подключение ТЭНа обычного бойлера к солнечным панелям требует четкого понимания специфики постоянного тока и правильного подхода к безопасности. Разберем все по полочкам, от подводных камней и способов защиты до конкретных схем, комплектующих и расчетов. Ролик будет разбит на две части, вторая выйдет на неделю позже, максимум на две. Почему постоянный ток опаснее? Начнем с того, почему к постоянному току DC, который вырабатывают солнечные панели, нужно относиться с особым уважением, особенно при коммутации под нагрузкой. Главный враг здесь – это электрическая дуга, которая возникает при размыкании контактов. В чем разница? Переменный ток регулярно меняет свое направление и дважды за период проходит через нулевое значение. В этот момент дуга, возникшая при размыкании, гаснет сама. С постоянным током ситуация иная. Он течет только в одном направлении, нулевой отметки нет. Если дуга появилась, то она может гореть долго, вызывая сильный нагрев, повреждения контактов, плавления, изоляции и даже пожары. При работе с постоянным током помните, что безопасное напряжение постоянного тока считается до 48 В. При работе с более высокими напряжениями обязательно ограничьте себя и окружающих от возможности прикосновения к токоведущим частям. Постарайтесь проводить работы без присутствия детей и домашних питомцев. Постоянный ток непеременный. Если поймает, то вряд ли отпустит. Берегите себя. На возникновение устойчивой дуги воздействуют три основных фактора. Напряжение. Чем выше напряжение, тем легче образуется дуга и тем сложнее ее погасить. Даже при относительно небольших напряжениях от 15 В при достаточном токе уже есть риск ее возникновения. Ток. Дуга может возникнуть уже при токе 0,1-0,5 А. Чем больше ток, тем мощнее и устойчивее будет дуга. Скорость размыкания контактов. Медленное размыкание контактов дает дуге больше времени для формирования. Поэтому, когда мы говорим о прямом подключении штатного ТЭНа к бойлеру к соленщим панелям, где напряжение стринга может достигать пары сотен вольт, вопрос безопасности становится критически важным. Чтобы эффективно бороться с рисками постоянного тока, нужна соответствующая аппаратура. Для начала необходим автоматический выключатель или просто выключатель постоянного тока, чтобы в случае необходимости можно было безопасно отключить нагрузку. Обычные бытовые автоматы переменного тока для этого не подходят, так как они не справятся с дугой, порожденной постоянным током. Поэтому для этого используются только автоматические выключатели постоянного тока, DC-автоматы. Их особенность в том, что у них специальная конструкция дугогасительной камеры, часто с усиленными магнитными полями, которые вытягивают дугу и гасят ее. Обязательно проверяйте маркировку. Должно быть четко указано DC, а также на номинальное напряжение постоянного тока, на который он рассчитан. Например, DC 500 В, DC 1000 В. Примеры известных производителей серий. АББ, серия С2000ПВ, ЧИНТ, серия НБ1, ЕТОН, серия ПЭКСИЛФДС. Время-токовая характеристика автоматов постоянного тока довольно близка к автоматам переменного тока. Но, к сожалению, функцию автоматического отключения при коротком замыкании в цепи нагрузки в ситуации с прямым подключением нагрузки к солнечным панелям он выполнить не сможет. Почему и как срабатывают автоматы переменного тока, я рассказывал в ролике, ссылка на который будет в описании. А вот почему в ситуации с солнечными панелями не сработает автомат постоянного тока, сейчас объясню. Например, мы имеем ТЭН на 230 Вольт мощностью 2 кВт. Так как номинальный ток у нас при этом будет 8,7 А, значит, чтобы использовать возможности нагрева на полную мощность, нам необходимо собрать поле панелей на номинальное напряжение больше 200 Вольт и с током больше 9 А. Для этого нам подойдет, например, любая панель от Trino Solar, дата-шит, на который вы видите на экране, мощностью от 290 до 315 Ватт. При подключении 7 панелей последовательно мощностью 300 Ватт мы получим номинальное напряжение 228 Вольт и номинальный ток 9-19 А. Если мы поставим автомат на 10 А, то при коротком замыкании в нагрузке при соответствующей солнечной инсоляции у нас на панелях и кабелях будет постоянно протекать ток 9,77 А, то есть номинальный ток автомата никогда не превысится. Для панелей это не представляет опасности, для кабелей, которые должны быть рассчитаны на соответствующий ток, тоже. В принципе, если в этой цепи существует токопанели и ТЭН, соединённые кабелями, то при замыкании в ТЭНе проблем не возникнет, просто вода не будет греться. Но, как видно по роликам на Ютубе, часть самодельщиков подключают панели напрямую к части домовой сети и запитывают при этом слаботочное устройство. Если в блоке питания, например, от мобильника или рутера, по какой-либо причине возникнет короткое замыкание, то там без проблем может возникнуть электрическая дуга и может там гореть, пока всё не выгорит, так как автомат не отключится. Поэтому главное правило при работе с постоянным током подключать только такую нагрузку и такими кабелями, которые выдерживают максимальный ток панелей. После того, как мы поговорили о защите от возгорания, теперь поговорим, как безопасно включать и выключать наш ТЭН. Здесь у нас есть два основных инструмента – контакторы постоянного тока и твердотильные реле постоянного тока. Контакторы постоянного тока – DC-контакторы – это электромагнитное устройство. Когда на управляющую катушку подаётся напряжение, она притягивает якорь, замыкая или размыкая силовые контакты. Контакторы для постоянного тока специально разработаны для эффективного гашения дуги. Их преимущество – высокая надёжность и способность коммутировать большие токи. Недостатки – механические части со временем изнашиваются, хотя ресурс очень большой, и издают щелчки при срабатывании. Ссылки на все комплектующие с Алиэкспресс будут внизу в описании. Твердотильные реле постоянного тока – TTRDC или по-английски Solid State Relays – отличаются от контакторов тем, что у TTR нет движущихся частей. Коммутация тока происходит за счёт полупрубневодниковых элементов, например, мощных ИГБТ или MOSFET транзисторов. Преимущества – абсолютно бесшумные, очень быстрые, почти неограниченный ресурс, так как нет механического износа, нет искрения. Идеальны для частых включений-выключений, например, при точной регулировке мощности. Недостатки – чувствительны к перегрузкам по перегреву, обязательно требуют использования радиатора, имеют небольшое падение напряжения на себе и, соответственно, собственный нагрев. На изображении – твердотельное реле с Алиэкспресс с возможностью установки на динрейку. Здесь представлено твердотельное реле в традиционном корпусе. При покупке необходимо внимательно изучить характеристики реле и правильно сделать заказ. Обязательно перед заказом проверить вид коммутированного напряжения. В обозначениях АА, ДА, ДД первая буква означает, какого вида ток управления – переменный или постоянный. Вторая – какого вида коммутируемый ток. Для коммутации напряжения постоянного тока управление происходит токонапряжением постоянного тока, и данное реле имеет обозначение ДД. Для этого производитель указывает следующее ограничение. Для резистивной нагрузки ток реле должен быть в два раза больше тока нагрузки, для индуктивной – в шесть, для имкосной – в десять. Также необходимо использовать радиатор для охлаждения реле. А в данном случае указано, что при токе более 60 А необходимо использовать и дополнительный вентилятор. Чтобы понять, достаточно установленного радиатора или нет, достаточно измерить температуру радиатора. Она при постоянном режиме работы не должна превышать 80 градусов Цельсия. Эти характеристики касаются конкретно этого экземпляра. Для других реле параметры могут отличаться. Так что изучайте внимательно матчасть перед покупкой. Прямое подключение к терморегулятору обычного бойлера к солнечным панелям чревато основной проблемой – залипание контактов терморегулятора бойлера вследствие возникновения дуги. А термопредохранители ставятся не на все модели. И тогда начнется неконтролируемый нагрев воды и вследствие этого возможное повреждение системы водоснабжения. Подключение панелей к бойлеру через автоматический выключатель постоянного тока является частично безопасным, так как вы сможете вручную отключить панели при коротком замыкании в нагрузке. Но при этом есть существенные ограничения. Так как термостат бойлера использовать все равно нельзя, то придется ограничить мощность стена бойлера до таких пределов, чтобы он при самом неблагоприятном развитии событий не привел к закипанию бойлера. Делать это можно двумя способами. Первый – это замена тена на более подходящий. И второй – это подбор конфигурации панелей для уменьшения мощности штатного тена. Методики расчетов и описания калькуляторов будут во второй части ролика. Для того, чтобы использовать возможности прямого подключения на полную силу, при этом не прибегая к переделке бойлера, необходимо ввести цепи регулирования температуры, для чего нам помимо автомата понадобится блок питания на выходное напряжение 12 или 24 Вольта, твердотельное реле или контактор постоянного тока и электронный термостат. Термостаты данной модели есть с питанием на 12 или 24 Вольта постоянного тока или на 230 переменного. Напряжение управления твердотельного реле в диапазоне от 3 до 32 Вольт постоянного тока. Для того, чтобы подключить нашу схему к бойлеру, можно пойти двумя путями. Первый, ленивый, – это подключить провода к штатному терморегулятору бойлера, при этом выкрутив его регулятор на максимум. Датчик электронного термостата приколходит ко дну бойлера, например, используя винт для заземления, и отрегулировать температуру так, чтобы штатный термостат бойлера не включался. Для того, чтобы определить температуру уставки на электронном термостате, подключите бойлер к сети, нагрейте его до отключения штатного термостата, посмотрите, какую температуру показывает электронный термостат и установите на нём температуру выключения, ниже зафиксированной, на 5 градусов или больше. Второй вариант – это снять штатный термостат, провода подключить прямо к клеммам ТЭНа, а датчик от электронного термостата поместить в колбу для датчика ТЭНа. Также можно использовать блок питания в другом корпусе. Обратите внимание, что при использовании твердотельного реле надо очень тщательно рассчитывать напряжение поля панелей, так как рабочий диапазон твердотельных реле ограничивается напряжением 220 вольт постоянного тока, и лучше это значение не превышать. Если необходимо использовать напряжение больше 220 вольт или коммутировать большие токи, чем возможно с твердотельным реле, то тогда можно использовать высоковольтный контактор для постоянного тока. Он рассчитан на большие рабочие токи и высокие напряжения, и проблем с коммутацией ТЭНа у него не возникнет. Вроде всё в этих вариантах хорошо, но при этом есть одно большое «но». При плохой погоде или в утренние и вечерние часы в нелетний период вода в бойлере может оказаться холодной. Чтобы избежать этого недоразумения, есть два пути. Самый простой вариант, но не самый дешёвый, да и ещё требующий дополнительного места, это использование двух бойлеров. К первому подключаются панели по любой схеме, описанной выше. Второй бойлер подключается к сети. Температуру включения второго бойлера установить ниже, чем у первого на 5-10 градусов. Например, в первом установить 60, во втором – 50. При отсутствии нагрева от солнца, вода во втором бойлере будет подогреваться от сети. Второй вариант – это врезка второго ТЭНа в ваш бойлер. С сетью 230 вольт переменки работает штатный ТЭН. С панелями через блок автоматики – дополнительный ТЭН. Настройка производится аналогично предыдущему варианту. ТЭН от сети будет включаться только тогда, когда солнечный ТЭН не будет справляться с нагревом. На этом сегодня всё. Методики расчётов и калькуляторы будут в следующем ролике. Подпишитесь, если не подписаны, чтобы не пропустить. До встречи на электроликбезе!